Добрый вечер! В эфире Вести Крачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня в программе. В Доме правительства под председательством заместителя полномочного представителя президента России Восковской ФОС Сергея Милейко состоялось совещание. В ожидании выборов в это воскресенье в стране пройдет единый день голосования. Сегодня с главной площади республики стартовал предпоследний этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». В Доме правительства под председательством заместителя полномочного представителя президента России Восковской ФОС Сергея Милейко состоялось совещание по вопросу реализации комплексного плана мероприятий по ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы Крачаева Черкесии. Участники заседания озвучили первоочередные задачи в сфере сбора платежей. Заслушав прозвучавшие в ходе совещания доклады, Сергей Милейко поблагодарил руководство республики за ту работу, которая проводится по погашению задолженности, отметив положительную тенденцию в данном направлении. Он указал на необходимости и далее прилагать все усилия и выработать действенный эффективный механизм погашения просроченной задолженности, а также наладить дисциплину оплаты текущих платежей. Также в рамках своего визита Сергей Милейко провел совещание по вопросу выполнения указов президента России на территории Крачаева Черкесии. Проанализировав основные показатели исполнения дорожных карт по майским указам президента страны, Сергей Милейко призвал присутствующих продолжить работу по выполнению поставленных задач по социально-экономическому развитию региона. В это воскресенье в стране пройдет единый день голосования. В Карачаево-Черкесии назначены выборы в органы местного самоуправления. Избирательные кампании пройдут в девяти муниципальных районах – Абазинском, Адыгихабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Малокарачаевском, Ногайском, Прикубанском, Урубском, Усть-Жугутинском. Сегодня в Доме правительства прошло совещание по готовности избирательных комиссий, органов местного самоуправления, правоохранительных и иных государственных органов республики к единому дню голосования. Подробнее в материале Альфхана Лепшокова. В ходе совещания были обсуждены вопросы организации работы избирательных комиссий на территории республики. Начальник отдела организационно-методического обеспечения и делопроизводства избирательной комиссии Карачаева-Черкесии Ирина Терещенко подробно рассказала о проводимых работах по подготовке и проведению выборов на территориальных участках, а также о регистрации кандидатов в органы местного самоуправления. На сегодняшний день в избирательных бюллетенях указаны фамилии 833 кандидатов, 320 кандидатов от партии Единая Россия, 149 КПРФ, 12 Патриоты России, 5 Справедливая Россия, 10 ЛДПР, 337 кандидатов являются самовыдвиженцами. В избирательной комиссии Карачаева-Черкесской республики проводилась разъяснительно-методическая работа с избирателями, политическими партиями и кандидатами в депутаты. Было организовано совещание с представителями правоохранительных и иных органов государственной власти. Также был затронут вопрос о соблюдении норм избирательного законодательства при организации и проведении выборов представительных органов муниципальных образований. Как отметили на совещании, несколько кандидатов были сняты с выборов в связи со скрытием факта судимости. Из 60 выявленных зарегистрированных кандидатов, скрывших наличие судимости, 41 из них написали заявление о отказе баллотироваться по собственному желанию после разъяснительных мероприятий, которые с ними проведены на уровне территориальной комиссии. По оставшимся 19 кандидатов территориальные избирательные комиссии обратились с заявлениями в районные суды, где районные суды полностью удовлетворили требования территориальных комиссий о отмене регистрации указанных кандидатов в связи со открывшимися обстоятельствами. О готовности к выборам отчитались и представители участковых комиссий городов и районов Карачаева-Черкесии. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Надежда Пивоваров отметила, что избирательные участки будут обеспечены всем необходимым, чтобы выборы прошли без каких-либо нарушений. Нами сейчас за каждым муниципальным районом для оказания практической помощи в период подготовки, а также самое главное в день голосования в проведении. В этот день закреплены ответственные работники органа исполнительной власти Карачаева-Черкесской республики, депутатов Народного собрания Карачаева-Черкесской республики. Подготовлен график предоставления информации и также закреплены ответственные в администрации главы правительства республики именно в день голосования. Изведения о периодичности сбора информации с избирательных участков, они будут предоставляться таким же графиком и так же, как вы, ну как уже оно стало традиционно, предоставляете в избирательную комиссию Карачаева-Черкесской республики. В завершении совещания представители ведомств заверили всех собравшихся, что были проведены все необходимые работы по обеспечению порядка и безопасности на выборах. А 13 сентября избирателям остается выполнить свой гражданский долг. Аляханы Пшоков, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. Готовность к предстоящим выборам в Зеленчукском муниципальном районе оценил председатель избирательной комиссии Карачаева-Черкесии Мехти Байтоков, который провел там межведомственное совещание. Рассказывает Светлана Акбаева. Дата голосования 13 сентября 2015 года. Председатель участковой избирательной комиссии поселка Нижний Архыз Елена Швиндык на заключительной учебной тренировке на комплексе обработки избирательных бюллетеней. Подобное обучение прошли в этом районе около 100 человек. КАИП распознал недействительный бюллетень. То есть, когда есть две отметки в позициях, он выдает, что это недействительный бюллетень. Что делать с избирательным бюллетенем, если его помяли или повредили? В каких случаях он считается недействительным? Обучение проходит согласно инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов. Надо отметить, что впервые в Зеленчукском районе КАИПы появились в 2010 году. И если раньше было всего несколько комплексов, то теперь их количество значительно возросло. 13 сентября 2015 года в единый день голосования в Карачаево-Черкесии будут задействованы 90 избирательных участков. На 55 из них будут комплексы обработки избирательных бюллетеней. Только в Зеленчукском районе будет 31 КАИП. Результаты использования технических средств подтвердили их надежность и целесообразность дальнейшего использования. Жалоб и недовольств как со стороны избирателей, так и со стороны кандидатов на работу КАИП в избирательной комиссии разных уровней не поступало. Причем вероятность того, что КАИП не сработает минимально, считает председатель территориальной избирательной комиссии по Зеленчукскому району Магомед Даттаев. Тем более это важно сейчас, так как предстоят масштабные выборы. Общее число избирателей в этом районе, которые должны 13 сентября исполнить свой гражданский долг, около 32 тысяч человек. Только в станице Зеленчукска на 10 избирательных участках проголосуют 14 тысяч человек. На единый день голосования 13 сентября 2015 года в Зеленчукском муниципальном районе назначены выборы по 7 селским поселениям. Выборы депутатов селских поселений 5-го созыва. В станице Зеленчукска впервые в истории Карачаево-Черкесии выборы проводятся по смежной системе выборов. То есть это означает, что из 17 депутатов, 10 депутатов будут выбраны по партийным спискам, 7 депутатов будут выбраны по одномандатным избирателям округом. О готовности к предстоящим выборам в Зеленчукском районе говорили и на межведомственном совещании с участием председателя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Мехти Байтокова. Я хотел обратиться к избирателям нашей республики. На самом деле у нас проходит большая избирательная кампания по выборам в органы местного управления. По 40% населения участвуют в этом голосовании. Я хотел обратиться к избирателям, чтобы каждый из них исполнил свой гражданский долг, пришел на участок, проголосовал за кандидата, которого отдают предпочтение. Район работает, наши кандидаты все работают, представители, которые у нас задействованы в этой кампании, работают, кандидаты в депутаты, по последней информации, проводят активную работу по агитации своих избирателей. Существенных замечаний я не вижу. Представители районных структур, которые оказывают содействие избирательной комиссии, рассказали о проделанной работе. Все участки на территории Зеленчугского района взяты под охрану, работают кинологи. В единый день голосования на участках будут находиться представители правоохранительных органов. Особо коснулись на совещании агитационной кампании. По словам председателя избиркома республики, кандидаты не в полную силу работали со своими избирателями. Тем не менее, готовность к выборам почти стопроцентная, сказал председатель территориальной избирательной комиссии по Зеленчугскому району Магомед Даттаев. Теперь только избирателям необходимо прийти на участок и проголосовать за достойного кандидата. Светлана Акбаева, Алибеки Широв, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчугский район. Это Вести Карачаево-Черкесия. Смотрите далее в нашей программе. Мнение по назначению Руслана Казанокова высказал генеральный директор Хабирского гипсово-завода Олег Аргунов. Республиканский центр стандартизации метрологии и испытаний отмечает двойной юбилей. Сегодня с главной площади республики стартовал предпоследний этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Всё это через несколько минут, а мы вернёмся после рекламы. 21 сентября на сцене драм-театра неподражаемая и неповторимая Тамара Гверцетели представляет новую программу «И вечная весна». Телефон для справок 26-43-66. Кавказский долгожитель – это не обязательно кавказец или старик. Кавказский долгожитель – это философия молодости, духа и успеха во всём, даже если ты обелён сединой. А ещё кавказский долгожитель – это кисломолочный продукт, который помогает мне держать себя в тонусе и продолжать двигаться к вершине успеха. Экогаз-09 предлагает профессиональную установку газового оборудования на все виды авто, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Черкесск, Лермонтово, 169А. Обращайтесь по телефону 8 938 108 77 77. В организацию требуются агроном, повар, горничная, садовник. Заработная оплата высокая. Обращаться по телефону 8 878 2 21 52 60 8 963 284 63 00. Информацию можно получать где угодно, но можно ли ей доверять? Ведь есть риск потерять не только время, но и средства. Используйте надёжные источники информации. В Консультант Плюс информация актуальна. С редакциями документов, ссылками, примечаниями и датами вступления в силу. Консультант Плюс. Информация, которой можно доверять. Продолжаем выпуск. На этой неделе парламент республики единогласно утвердил кандидатуру Руслана Казанокова, внесённую на пост председателя правительства Крачево-Черкесии, главой региона Рашидом Темрезовым. Как отмечают политологи, смена правительства и переход на место председателя правительства серьезного экономиста долгие годы возглавлявшего налоговую службу республики в лице Руслана Казанокова должно укрепить и усилить работу правительственного аппарата в непростых экономических условиях. По словам главы республики Рашида Темрезова, на сегодняшний день особый упор необходимо делать на поддержку реального сектора экономики. Своё мнение по назначению Руслана Казанокова высказал генеральный директор Хабейского гипсового завода, один из лидеров общественного мнения Крачево-Черкесии Олег Аргунов. Он один из подготовленных людей, который пришёл сегодня главой правительства. Не в лёгкое время пришёл он, потому что экономическая ситуация, как и во всех регионах, и у нас, требует, значит, наложительного улучшения. И те санкции, которые, значит, Европа и Америка, значит, наложили на нашу страну, отражаются не только на регионах и в целой России, оно отражается и на нашем производстве. Казалось бы, небольшом, но мы его очень чувствуем. Я думаю, Руслан Олегович, совместно со своим аппаратом, начиная работать, один из главных вопросов, который поставит, это прежде всего создание рабочих мест. Для этого я считаю, что он должен встретиться с предпринимателями всех рангов, независимо, выслушать их, какие трудности у них, и что изучить, и для того, чтобы, что нужно для того, чтобы создать рабочие места. Сегодня мы работаем над этим вопросом у себя в Хаббетском районе, но этого будет, одних наших усилий не будет достаточно, если нам не будет помогать и правительство. И мы надеемся о том, что не только нашему району, но и всей Карачаеве, Черкесии он поможет и внесёт достойный вклад. Они следят за точностью работы различных приборов, измеряя промышленности, быту, медицине. Республиканский центр стандартизации, метрологии и испытаний отмечает двойной юбилей. 90-летие дня создания Росстандарта в стране и 50-летие образования центров в Карачаеве, Черкесии. В лабораториях, где проводят испытания, средств измерения, побывала наша съемочная группа. Подробнее Шерифат Левшокова. Уже полвека Республиканский центр стандартизации, метрологии и испытаний занимается поверкой средств измерения разного направления. В четырёх лабораториях 20 сотрудников исследуют поступаемое от различных предприятий и физических лиц оборудование на соответствие государственному стандарту. В завершении поверки центрам даётся знак качества. Буквально ещё года три назад мы привлекали сюда и Ставропольских, и Пятигорчан, даже из Краснодарского края, то, что сами не могли измерять, это поверка производитого средств измерения. А сейчас мы очень много купили, вот с 2006 года очень много мы приобрели эталонного оборудования. Последние приобрели уже чисто по медицинским средствам измерения. И сейчас где-то, ну, 100% можно сказать, что мы полностью охватываем поверками оборудование. К сожалению, с этой директор центра часть приобретённого ими оборудования всё ещё не используется, так как в республике уже не действует ряд предприятий. Только на химзаводе ежегодно подвергалось поверке средств измерения на 3 миллиона рублей. 25% деятельности ЦСМ приходилось на это предприятие. Но продолжают работать каскады и рубских ГОК, где выпускают бытовые счётчики разного направления. С недавнего времени они поверяются сотрудниками центра прямо на выходе из производства. В 2012 году мы почти 500 тысяч электросчётчиков они выпустили, мы их поверили. Это мы даже северокавказский регион закрыли. Наши 500 тысяч тоже дополнительно были этот самый очень большим плюсом. Северный Кавказ вот по нашим показателям вышел на третье место по поверке средствам верения. В республиканском ЦСМ испытывают и бытовые водомеры. После поверки на счётчики потребления холодной воды даётся гарантия 6 лет. Горячие 4 года. Новый вид услуг, допустим, вот уже 3 года мы употребляем, используем, проверяем прямо по адресу, выезжаем к абонентам, физическим лицам по адресам, проверяем водомеры, счётчики потребления воды. Там мы не трогаем, допустим, пломбу, а эталонные, допустим, приборы есть, они как чемоданчики, они дорогие, но мы приобрели сначала одно устройство, потом второе. Были сначала очередя, вот о своём городе Черкесске, при Кубанском районе. Но мы, когда уже приобрели третье, допустим, третье оборудование, сейчас очередей нет. Не так давно здесь также приобрели новое оборудование, позволяющее поверять бытовые газовые счётчики, не касаясь пломбы. В Центре стандартизации метрологии испытаний надеются на договорённость с газовиками, и тогда уже в следующем году они смогут выезжать в дома абонентов. Шерифат Лепшуков, Алибек Ешеров, Вести Карачаево, Черкесия. Сегодня с главной площади республики стартовал предпоследний этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Два последних этапа из пяти принимает наша республика. Соревнования являются ещё и чемпионатом России. Ахмат Калкечев подробнее. Велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» берёт своё начало с 1992 года. В новейшей истории России эти соревнования являются одним из старейших. А с 1998 года велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» имеет статус чемпионата России в шоссейной веломногодневке. На главной площади республики с утра многолюдно. Все ждут участников велогонки. Спортсменов от имени руководства республики приветствовали исполняющие обязанности заместителя председателя правительства Мурат Озов и исполняющие обязанности министра физической культуры и спорта Расул Чудчаев. Веломногодневка в этом году собрала участников из 14 регионов страны. Она стартовала в столице СКФО Пятигорске. Из 73 участников до финальных этапов Карачаева-Черкесии дошли только 60 человек. В общей сложности протяжённость дистанции велопробега составит около 400 километров. Это расстояние спортсмены преодолеют за 5 дней. Чемпионат страны это прежде всего конечно выявление сильнейших спортсменов. Не надо забывать о том, что в этом году ещё пройдёт чемпионат мира по велосипедному спорту. Таких многокилометровых, длинных, тяжёлых и необходимых для соревновательной практики, для подготовки велосипедистов, маршрутов, ну в нашей стране с трудом можно найти ещё где-то. Участники велогонок уже проехали более 250 километров. Шестеро спортсменов, финишировавшие первыми, войдут в состав сборной страны, что безусловно добавит напряжённости к гонкам на финальных этапах. По результатам предыдущих трёх дистанций лидируют велосипедисты из Самарской области. Это наша работа, секрет успеха. Это слаженная команда и дисциплина спортсмена. Вы знакомы с дороги? Да, я в том году выступал, в том году тоже был этап там. Конечно. А если сравнить с остальными этапами? Это самый жёсткий этап. Это самый серьёзный этап. И сегодня и завтра будет решаться всё. В рамках велогонки пять этапов, три из которых уже состоялись. Два прошли в Ставропольском крае, один в Кабардино-Балкарии, а последние заключительные, кстати, самые сложные, пройдут в нашей республике. Первый маршрут будет пролегать из Черкеска в посёлок Нижний Архиз. А в финале спортсменам на велосипедах предстоит покорять высоту 2100 метров над уровнем моря. Из посёлка Нижний Архиз велосипедисты на время поднимутся на Пастухову гору к специальной астрофизической обсерватории РАН. Финальные этапы веломногодневки проводятся в Карачаевой Черкесии уже более 20 лет. Велосипедистов привлекают в нашем регионе неплохие дороги и, конечно же, горные маршруты по достопримечательным местам республики. Красиво у вас тут, всё зелёное, клумбы, цветы, дороги хорошие. Как настрой? Боевой, самый лучший настрой. Погода радует. Не то, что было в 2013 году мы ехали в Кавказ, он был 12 этапов. И каждый день, изо дня в день мы ехали в дождь. А в этом году у нас погода балует. После официального старта, данного исполняющими обязанности министра физической культуры и спорта Карачаевой Черкесии Расулом Чудчаевым, участники соревнований выдвинулись в путь. Спортсменам предстоит проехать 130 километров из Черкеска к поселку Нижний Архыс. А финал состоится в субботу, на котором и определится чемпион страны по сумме результатов во всех пяти этапах. Ахмад Халкевичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Хороших вам выходных и до встречи. По сообщению синоптиков. Завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь-гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 20. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 20, плюс 25. В горах ночью до плюс 11, а днем до плюс 20. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 21-23 градусов тепла. Ждите вестей. Субтитры создавал DimaTorzok